Поэты живут и должны оставаться живыми, пусть верят в первую жизнь. Как истину в черновике поэты в миру оставляют великое имя, с таким, что у всех на уме, у них на языке. Но им все труднее быть иконой в размере оклада, там, где, судя по паспортам, все по местам. Дай Бог им пройти семь кругов беспокойного лада по чистым листам, где до времени все пусто. Поэт, умывая слова, возводя их в пример, поднялся ей полный с ведра внимательный глаз. Несчастная жизнь, она до зубертик любит поэта, и за символю их отмеряет, и решит. Эх, раз, еще раз. Как вольно им петь и дышать полной грудью на ладом, святая вода на пустом кислин живой. Не плачь, когда семь кругов беспокойного лада пройдут по воде над прекрасной, шерной головой. Пусть не к двору эти ангелы, чем на рабочие, продрёстся впервые, то, что долго рубить, и рубить топора. По этот мирок после строк ставят знак кровоточия. К ним Бог и топорох, но они верны ему в свой срам. Пойти до конца и не смейте, кричать им не надо. Ведь Бог, он не вред, разбивая свои зеркала, и вновь всем другому беспокойному зонку ладом летать ему в рот, разбегаясь калитром ствола. Шатаясь от слез и от счастья смеясь под сомненько. В свой вечный вопрос они снова вводят к кольцу. Упыты тяжелые, но однако же легки на поминках. Вот тогда и поймем, что цветы им конюшни к лицу. Не верьте консульт, нежки другого расклада. А что там было в пути эти женщины, метры, рубли и дважды? Когда семь кругов беспокойного лада позволят идти, наконец не касались земли. Ну вот и порядок. Еле-еле душа в черном теле. Ты дал нам обид сделать выбор, но моя печаль. Мы можем забыть всех, что пели, но так, как умели. Но тех, кто молчал, давайте не будем прещать. Не жалко раскаять, потому что вернуться к пилату. Поэтому нельзя все, но ни тюрьму, ни сумму. Короткую жизнь. Семь кругов беспокойного лада пойдут и уходят от нас на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова